Оп-оп, героина, оп-оп, героина, оп-оп, героина, оп-оп, героина, я не уточница. Итак, кажется, я вернула зеркало на своё место, и оно обещало больше не убегать, я надеюсь. Вот, и да, всем привет, мои сладкие перед макияжи, ребятки, сегодня с вами снова я, Тевиза Натя, и крестимся и болтаем, да? Вы очень-очень просили меня снять видео с макияжем, где я делала мейк на своём последнем видео про посылку от Тайного Санты, где у меня такой синий макияж, я просто экспериментировала, думала, что я хочу сделать себе на Новый год, вот, и выложила в Инстаграм фотографию, и, конечно, больше никуда не выкладывала, если честно, не помню. Ну, в общем, я делала фотографию макияжа, собиралась её в своём блоге выложить, но что-то как-то потом забыла. Он такой синий, очень красивый, очень я его люблю и давно хотела попробовать, но у меня нет хорошего оттенка теней синих, поэтому я намешала вообще всё, что у меня было и добилась того, чего мне хотелось. Вот, так что можно назвать этот макияж сложным. Вот, а так макияж лица очень простой. И давайте сегодня попробуем, я немножко его изменю. Сделаю не так, как я его делала на себе, а когда я экспериментировала. Вот, сейчас я уже нанесла базу от Мак, и это кажется, да, пейнтерли, как обычно. Даже показывать её не буду, потому что все знают, как она выглядит. Вот, здесь я тоже наносила, то есть на всё века, не только на подвижное, а абсолютно на всё, чтобы везде у нас хорошо растушевывались тени и были яркими. Господи, я устала ругаться со своим зеркалом, это просто вообще невозможно. Обычно я никогда не крашусь на этом месте, где я сейчас лежу, потому что это очень неудобно, но... Что не сделаешь для видео, для того, чтобы было красиво. Итак, зеркало моё никак не хочет стоять, чтобы я видела себя без очков. Я совсем плохо вижу, у меня, кажется, село зрение, я уже больше года не проверялась. По такой погоде сейчас даже не выйдешь и не узнаешь, что там, и как до больницы не дойдёшь. Вот, ну, надеюсь, в следующем году сделать это и поменять очки. Может быть, даже сделать операцию. Итак, вот тени, которые идут основой сейчас на всё века, но до этого я делала по-другому. Я делала сначала складку века, а потом растушёвывала её всё и наносила основной цвет. Но сейчас я хочу сделать наоборот. Хочу сделать основной, а уже по нему и сей вот растушёвкой. Это L'Oreal тени. А, Infallible, кажется, да. Color Infallible. Называется он All Night Blue. Наношу я их только пальцами, потому что не вижу смысла носить кистями. И кистьевки потом пачкаю, если я их отмываю, когда пальцем растушевать намного мне проще. Наношу на всё подвижное веко. И чуть-чуть выше в складку, потому что у меня веко подвижное, оно и не такое большое, как хотелось бы, да. Ну вот, что-то в этом роде. Палец чёртный. Похоже на пандочку. Итак, сейчас я буду брать уже сухие тени, наносить их кистью. И растушёвывать. Итак, едем дальше. Я беру свою древнейшую палетку из Азраиля. От Жаде. Riles, кажется, да. Здесь написано Makeup Kit. Если честно, это самый неудобный вариант палетки. Потому что не так, не так не раскроешь. И взять неудобно. И зеркало постоянно закрывается. В общем, видите? Ну вот об этом я и говорю. Короче, видите, здесь синий оттенок теней. И голубоватый такой вот. Их мы и будем использовать. Синий на всё веко, голубой посерединке. Итак, пока что в складку века хочу взять свою любимую палетку To Face It. I Love она называется. Я возьму Satin Sheets. Такой розово-сатиновый оттенок. Он безумно красивый. И сейчас он просто идеально сюда подойдёт. Потому что он такой нейтральный. И он не сильно розовый. Обычную круглую кисть для вкладки века. Вот. И не знаю, куда я делала свои тени. Которые вот только в прошлом месяце покупала. А не от Essence. Там такой красивый оттенок. Розово-песочный даже. И очень-очень красивый сатиновый такой финиш у них. И они так переливаются на веки красиво. Ощущение, будто бы, вы знаете, такой загар морской. Очень красивый. Их вроде бы и не видно, когда наносишь на века. Когда начинаешь с другими тенями смешивать, да. И растушевывать. То получается такой красивый перелив. Что вообще. Так с этим оттенком мы закончили. И я всё думаю взять оттенок с блёстками. Или взять оттенок ещё сатиновый. Или взять вот матовый. Like a virgin. Здесь. Он такой толповый. Не знаю. Правда не знаю. О. Попробую я поиграть с этим цветом. Посмотрим, что у нас выйдет. Потому что до этого я наносила сюда. Просто такой бронзово-коричневый оттенок. Он сатиновый. Из палетки вот этой. Вот как раз такие. Не туфейс. Это которая жаде. Половинный макияж готова. Беру поменьше кисточку. Обычная бритая кисть. Из китайского набора. И наверное я возьму отсюда чёрный оттенок теней. Просто. Просто чёрный. Буквально капельку. Чтобы делать здесь дымку. Смолдер называется он. Да. Вот так вот. И захожу в складку. То есть начинаю с внешней стороны века. Поднимаю вверх. И в складку. Если честно, даже издалека не вижу одинаково. Не одинаково получилось у нас. Сейчас попробую взять и растушевать. Всё. Потом уже приступлю к самому главному оттенку. И так, как я и говорила, берём вот этот вот оттенок синий. Наносим его на всё века. А потом вот этот вот голубой берём и наносим только на серединку. Буду наносить этой же кисточкой. Я, что и растушевывала. Просто беру его вот так. Побольше. Потому что он не особо такой пигментированный. И наношу сюда. Видите? Сразу видно, как он приливается. Он почти такой же, как и Лореаль. Просто чуть-чуть кажется, что он светлее. Но он очень сыпучий просто по всему лицу. Эти блёстки, всё это рассыпается. Поэтому только сначала надо делать глаза, а потом уже лицо. Да. Иначе никак. Потому что теперь берём вот этот голубой. Да. Он очень красивый. И берём просто вот так вот по серединке. Осветляем. Делаем прилив. И от него получается так красиво. Потому что он сияет. И будто бы у вас такое синее золото на глазах. Ну, выразилось, да. В общем, он как чешуйки переливается. Красиво. Последнее, что я делала с тенями, это я брала вот такую полётку от Essence. All About Roses. Просто очень её люблю. И брала из неё второй вот такой вот оттенок. Не знаю, может быть так видно. Вот он. Он... Даже не знаю, как назвать его. В нём очень много шиммера. Шиммер очень деликатный. Этот оттенок нюдовый. И он вроде бы розово-серый, скорее всего. Я просто брала его и носила в складку, чтобы вот эти вот блёстки... Они же покрупнее, чем блёстки. В синим. И просто вот так вот ещё раз здесь проводила, чтобы, когда моргаешь, очень красиво переливается. И всё это сможется не вульгарно, а деликатно. По-хорошему надо бы ещё нижнее веко нарисовать. Но, если честно, то мне не очень хочется рисовать карандашом там или тенями. Обычно я оставляю так. Мне нормально. Но, сейчас я ещё возьму кое-что, чтобы совсем уж завершить. Heaven. Да, отсюда самый светлый оттенок. Опять я возьму. Обычная маковская кисть. У меня даже номер стёрся, я уже не помню, как она называлась. Это который... 212, что ли? Нет, не помню. В общем, их стандартная кисть для нанесения теней и растушёвки. Я нанесу сюда, под бровь, чтобы уже завершить макияж глаз. Я нанесу только подводку, сделаю стрелку и тушь. И так, я закончила с глазами полностью. И такие вот глазки у нас получились. Теперь можно приступать к лицу. Тушь была моя любимая от Essence. I Love Extreme. И подводка была Maybelline. И так, беру Sigma Flat Kabuki F80. Да, и наношу тональный крем на неё. Аффинтон, Maybelline, только купила новость совсем. Вот, последний раз я этим тональным кремом пользовалась, когда была на первом курсе в институте. Намного гуще и желтее я стала, если честно. Как бы не пришлось покупать второй-другой. Блин. Ну, надеюсь, на камеру будет нормально. Покупала специально для... О-о-о, вот это да. Ух, ребята. Вот это да. Покупала специально для видео, потому что мой тональный крем, который от Catrice, в самом светлом оттенке, что был представлен на сайте, он на камере смотрится очень-очень темно. Просто невозможно темно получаться, что шея тёмная, ой, шея светлая, а лицо чёрное прям. Вот. И мне пришлось искать хоть какую-то замену, чтобы для камеры был светлый тональник, чтобы я на видео выглядела как человек. А сейчас, кажется, я буду выглядеть как призрак. Чёрт. Но пахнет, наверное, очень вкусно. Да, конечно, ребята, это вообще не мой оттенок. Мне очень тяжело подобрать тональную основу. Это вообще моя вечная проблема. Я в поисках идеального тона. и вблизи на это лучше не смотреть сейчас, потому что ну, прям как штукатурка лежит, да. Да. Думаю, что в следующий раз я буду наносить это мокрой кистью, чтобы это как-то легче наносилось. И буду, вероятнее всего, вообще по маленькой капельке брать, потому что я ещё не пробовала его в обновленном варианте, и поэтому старинке решила как и раньше им пользовалось. Итак, приступаем к румянам. Пудры наносить я не буду, потому что лесу и так матовое, у меня матирующая пудра обычной у меня нету. Чтобы сильно не присушивать лесу, я как-то не хочу. Просто кисть от Мак стандартная для румян. И мой последний фаворит это Амбрелла. Да, Мьян Май Амбрелла от Эссенс в румяна. Они очень приятные. И я сняла огромное видео с покупками косметическими. И всё никакого не выложу, не смонтирую. Вот такой вот у них оттенок очень приятный. Нежный такой розовый. И у них деликатный шиммер. Эти румяшки сможет стать натуральным на щеках. И они очень красивые. Очень-очень. Я думала делать струбинг, но чудо как-то придумала после этой тоналки, если честно. Вот такой вот у меня струбинг хайлайтер от Эссенс. Тоже новинка. Он очень классный, очень сияющий, но его лучше использовать с классическим смоке, который идёт не чёрный, а коричневый. Поэтому я буду использовать совершенно деликатный хайлайтер от Blue and Joy. Такой вот мой любимый. И наносить я буду его кистью Sigma Она кажется растушевательной, да. Tapered Blending E40. Люблю эту кисточку для хайлайтера, потому что она идеально подходит для вот этой части скулы. И очень красиво растушевывает его. То есть такое натуральное сияние получается. Конечно, я ещё люблю пальцем наносить хайлайтер, но в основном кремовый. последнее у нас это губы. Сначала я нанесу Carmex немножко, потому что они очень сухие у меня. И я думаю, что идеально будет нанести на губы какую-нибудь нюдовую розовую помаду. Причём очень такого нейтрального оттенка, не прям розовую, а какую-нибудь коричневую розовую. И в итоге я остановилась на этой помаде. Это Faberlic. Она вообще бежевая. Да, и такая нюдовая, мне кажется, идеальная, потому что у нас витя акцент на глазах. И чтобы как ты ещё можешь подчеркнуть ваш макияж, можете навести чёрный карандаш на слизистая, вот, на нижнее веко и сделать растушёвку, например. Тогда будет вообще красиво и будет более тяжёлый такой макияж. Но я решила поставить его таким, со стрелками. И надеюсь, что вам понравилось. Я очень старалась. Там конечно с тоналкой я прогадала. Вот. И в следующий раз сделала макияж с тональным от Catalyst, чтобы просто посмотрели разницу, насколько они разные и как они по-разному смотрятся на лице. Но сейчас замечаю, что постепенно впитывается цвет и становится как-то естественнее более. Ну, думаю, вам со стороны видней скажете своё мнение, что и как. Вот. Всех люблю, целую, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока. А вблизи выглядит всё вот так вот. И вот так выглядят глаза. вот на этом веке лучше показать. Надеюсь, что видно. Как у нас идёт растушёвка и как выглядят тени. Да. Так что такие дела. Вот так выглядит тоналка с румянами. Вот. И работа только с цветочками. надеюсь, вам понравился этот макияж. Я очень старалась на самом деле. Вот. И такие вот глаза. Не умею я красоваться на камеру. Совсем не умею, да. И не знаю, как даже сделать красиво, типа, как другие блогеры делают.